Его голос знает каждый. Именно этот человек спел более чем в 70 советских фильмах. Актер, певец, заслуженный артист России Леонид Серебренников. Актер, певец, заслуженный артист России Леонид Серебренников. Я занимался в танцевальном кружке, в драматическом кружке, в радиокружке. У меня был разряд радиста, азбукой Морзе занимался, марками очень увлекался. Секций было много. Я был такой всеядный, мне все хотелось попробовать. Такое было неуемное. Когда вы впервые осознали, что время бежит? Вот сейчас, после 50 лет, когда у меня исполнилось, это последний день рождения, который я отмечал вроде с радостью, а на следующий день понял, что ой-ой-ой, полжизни уже 50 прошло, а я вроде как ничего не успел. И вот с тех пор летит время невозможно быстро. Только успеваешь елку нарядить уже 1 мая, только отпраздновал летнее лето, там уже опять Новый год. Время летит просто бешено. Не успеваешь вообще сообразить, к сожалению. Какой совет вы дадите моим сверстникам? Ну, может быть, это банально, но я хотел бы, чтобы сверстники побольше обращались к нашему светлому прошлому. Не потому, что я представитель старшего поколения, нафталин, вон туда тянет. Просто действительно, я вам должен сказать, что в светлом прошлом есть много таких прекрасных моментов, которые вам помогут войти уверенно в светлое будущее. Это и песни. Конечно же, литература. Потому что можно смотреть фильмы, можно смотреть там, все это время летит, летит, летит. Но никогда книга не заменит... Я очень много сейчас смотрю видео, но в метро я еду вот с таким планшетом, у меня закачанные книги. Потому что только книга воспитывает во мне, так сказать, я создаю образы. То, что я посмотрел в кино, там Жан-Маре играет, я уже все, для меня Жан-Маре. А я читаю, когда, допустим, или там, тех же трех мушкетеров, или Булгакова, мастера, он говорит, у меня свое представление этого Воланда или кого-то, и это моя фантазия. И вот это то, что я читаю и сам фантазирую, вот это создает образное мышление. Оно очень важно для жизни во всем. Поэтому побольше обращать внимание на нашу историю, нашей культуры. И литературу, кино, музыка, песни, симфоническая музыка не отталкивается от тем. К сожалению, наша молодежь отталешена благодаря нашему телевидению. Какой фильм в детстве на вас произвел самые большие впечатления? «Идиот», в котором играл Юрий Васильевич Яковлев, с которым я потом познакомился. И мы дружили, дружили с семьями. Это был удивительный человек. И я в детстве, этот фильм, у меня мама очень любила его. И для меня это, когда показывали князя Мышкина, я прям весь такой остекленел. И когда я, мог ли я подумать, что я мальчишка потом с Юрием Васильевичем когда-то подружусь. А теперь не серьезно, но интересно. Как вы относитесь к Рыжам? К чему? К Рыжам. К Рыжам, да, нормально, как и всем остальным. Замечательные люди. Спасибо большое за интервью, мы были рады встрече с вами. Спасибо, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин